Добрый день всем. Поднимите, пожалуйста, руки, кто из вас в последний год-два получает контента больше со смартфона, нежели с ПК. Смелее. Уверен, что много рук поднято, хоть я их и не вижу. Это была шутка. Можете опустить руки. Как вы поняли, по трости и очкам я незрячий. Хоть мы и отличаемся в этом, вы меня видите, а я вас нет, но в потреблении информации между нами вряд ли есть большая разница. Я, будучи незрячим, использую тот же iPhone для общения, покупок, развлечений и компьютер для работы. Вы не каждый день сталкиваетесь с незрячими и вправе спросить, как же ты пользуешься смартфоном с сенсорным экраном или компьютером с визуальным интерфейсом. Наверняка многие из вас видели фильм про Стивена Хокинга. Он общался, работал и писал свои книги с помощью специального софта и синтезатора речи. Схожие технологии существуют и для незрячих. Давайте сейчас покажу, послушаем, как это работает. Привет всем. Меня зовут Милена. Я синтезатор речи для русского языка. Я помогаю незрячим людям пользоваться компьютером или смартфоном. Я незаменимый инструмент в приложениях, почте, рабочих документах и в интернете. Все же я не человек, а синтезатор. И бывает неправильно ставлю ударение или коверкаю английские слова, но считаю, главное, чтобы они шли from the bottom of my heart. У меня есть англоязычный коллега. Он подключается, когда документ или интерфейс на английском языке. Нам в команде очень не хватает третьего синтезатора для казахского, но его, несмотря на всю программу по развитию госязыка, до сих пор не разработали. Улыбающееся лицо с открытым ртом. Обезьянка с розовыми щеками. В конце это были МОДЗИ, как вы поняли. Синтезатор прочитал заложенное в нем заранее описание. Я, конечно, не Стивен Хокинг, но примерно с 14-15 лет пользуюсь компьютером через такой звуковой интерфейс. Первый компьютер у нас дома появился, наверное, в году 2004-м. И был общий на всех учащихся в семье. Позже, уже став студентом, я купил для мобильности ноутбук. Телефон появился у меня где-то примерно в то же время. То есть к информационным технологиям я приобщался более-менее в то же самое время, что мои зрячие сверстники. Отсутствие зрения этому не мешало. Это где-то даже подстегивало мой интерес, так как компьютер был тогда и остается сейчас главным средством профессиональной реабилитации незрячих. Именно благодаря современным технологиям я окончил КАЗГУ с красным дипломом. Отучился, прожил... Спасибо. Отучился, прожил год в Америке, поступил и в магистратуру Назарбаев университета. С 2016 года я работаю там же менеджером по ассистивным технологиям и доступности информации. Ассистивные технологии, поясню, это вспомогательные устройства, программы или любые иные средства, которые позволяют людям с инвалидностью более эффективно выполнять свои ежедневные задачи. В школе, в университете, в работе или просто в быту. Скажем, кто-то из вас, например, носит очки для зрения. Это простейшее ассистивное средство. Синтетический голос, который вы слышали, тоже, но более высокотехнологичное. Доступность информации, вторая часть моих рабочих обязанностей, это более комплексная и многосоставная тема. Об одном из аспектов ее, именно о цифровой доступности, я расскажу вам далее. Синтезатор Милена, а не Siri, как многие думают, мой главный помощник в интернете. С ее помощью я вызываю такси, читаю, пишу электронные письма, редактирую рабочие документы и так далее. Но чтобы чувствовать себя на равных в цифровом мире, синтеза речи незрячему человеку недостаточно. Для этого необходимо как минимум три базовых условия. Первое — это доступное устройство. Эту задачу уже выполнили Apple, Intel и другие производители. 99% незрячих не имеют никаких специальных компьютеров, а когда возникает надобность, идут в ближайший магазин, выбирают понравившийся телефон или компьютер и, в принципе, могут им пользоваться. Но с одной оговоркой. На нем должно быть установлено программное обеспечение, которое считывает и голосом озвучивает интерфейс устройства. И это второе условие. Такой софт называется Screen Reader или программа экранного чтения. Если мы говорим про мобильные платформы, то он поставляется в пакете с устройством и установлен по умолчанию. Для Windows есть сторонние решения, как коммерческие, так и бесплатные. Поэтому с этим, как правило, тоже проблем не возникает. А третье, самое сложное — это доступность цифровой среды. Здесь все зависит не от мировых техногигантов типа Apple, а от наших локальных компаний и усилий владельцев сайтов, различных приложений и онлайн-сервисов. Поэтому ситуация не такая хорошая, как хотелось бы. Что такое вообще доступность и цифровая доступность в частности? О доступности среды вы чаще слышите в другом контексте, что где-то построили объект без пандусов, где-то пандусы кривые, а где-то автобусы общественного транспорта не оборудованы, не оснащены как надо. Кто из вас слышал про доступность цифровых продуктов? Часто ли вы встречаете публикации в СМИ про недоступность, например, электронного правительства для людей с инвалидностью? Или вы слышали что-нибудь о портале социальных услуг? Это сайт на домене eGov, который предназначен для получателей льгот, гарантированных государством. Он позиционируется как маркетплейс для людей с инвалидностью, где мы по своему вкусу можем выбрать технические средства реабилитации и поставщиков социальных услуг, а государство оплачивает их в рамках гарантированной суммы. Но это в теории. На практике же портал недоступен мне и не адаптирован, по сути, для целевой аудитории. Представьте себе реабилитационный центр, построенный для лечения тех, у кого проблемы с опорно-двигательным аппаратом, тех, кто передвигается на инвалидной коляске, но не оснащенный ни пандусами, ни лифтами, ни другими элементами доступности. А вот наш портал — это примерно то же самое. Продолжая эту аналогию, так же, как и в наших городах, на физических объектах, в цифровом пространстве нужна доступная среда. То есть условия для тех, кто не видит, не слышит, не может говорить или манипулировать руками. Это, однако, не означает разработку адаптивных решений индивидуально под каждый сайт. Доступность — это не специальная версия или дополнительная надстройка к сайту, а такое качество цифрового продукта, которое позволяет любому пользователю, вне зависимости от его здоровья, воспринимать и понимать контент, управлять и взаимодействовать с вашим интерфейсом. Если ваш сайт написан достаточно качественно, то вы, скорее всего, даже не узнаете, что 30-40% ваших пользователей имеют определенные ограничения, а несколько процентов среди них заходят к вам с помощью специального софта. Ну, давайте на конкретных примерах. Возьмем, скажем, Caspi. Кто из вас пользуется их приложением? Да, похлопайте. Здесь точно нет подвоха. Вероятно, Caspi-перевод на данный момент — это одна из самых популярных онлайн-операций в Казахстане. Как вы думаете, могу ли я так же легко, как и вы, сделать перевод через Caspi? И да, и нет. Я могу, но это требует некоторых костылей. Например, сумму перевода и номер телефона получателя я ввожу практически наугад. Запоминаю последовательность полей, так как они не подписаны, то есть технически говоря, не имеют текстовых лейблов, которые скринридер может прочитать мне. А если мне потребуется сделать что-то чуть более сложное, чем просто перевод, скажем, поделиться квитанцией за оплату, то я не смогу сделать этого самостоятельно. И это на минуточку в самом крутом приложении самого успешного финтех-сервиса в Казахстане. Будет несправедливым, сказав про Caspi, обойти стороной любимое наше электронное правительство имени Богдата Мусина. На нем незрячий человек, на Ягове незрячий человек не может сделать практически ничего, кроме как почитать выложенную на сайте информацию. Я как-то пытался, полдня пытался получить простейшую справку на портале, но натыкался на множество барьеров, даром, что они цифровые. Это были те же неподписанные кнопки, выпадающие меню, которые не выпадают, и куча других фич, которые или недоступны совсем, или вокруг них приходилось долго танцевать с бубном. К слову, как все нормальные услугополучатели, я, конечно, первым делом шел и звонил в единый контакт-центр и травмировал мозг ни в чем не повинных операторов. Ожидаемо они меня как один посылали на версию для слабовидящих. Я им каждый раз терпеливо и долго объясняю, что я не слабовидящий, а незрячий. И сколько шрифт не увеличиваю, я его все равно не увижу. В этот момент оператор теряется и перенаправляет меня в техподдержку. Там их, конечно, тоже никто не готовит к разговору с незрячим, да еще и с требованием исправить какие-то косяки на портале. Но один из специалистов второй линии как-то нашелся и предложил бодрое решение. Попробуйте, говорит, выключить вашу программу, может она вам мешает. Ну это знаете, как предложить человеку на инвалидной коляске встать с нее и перепрыгнуть бордюр. Я поднимал этот вопрос, и на более высоком уровне чиновники также любят ссылаться на версию для слабовидящих. Разумеется, она проблему не решает приблизительно никак, но в разговоре с государственными органами я их обычно пугаю другого рода аргументом. Что если создавать версию для слабовидящих, то за мной потенциально могут выстроиться в очередь требуя своей специальной версии люди с нарушениями речи, слуха, моторики, дислексией, дальтонизмом и так далее, и так далее. Технически версия для слабовидящих не слишком-то нужна ни слабовидящим самим, ни незрячим, так как те же самые функции можно установить, поставив простое расширение к браузеру. А если создается прямо отдельная специальная версия сайта, то практика показывает, что практически в 100% случаев это не полноценная версия сайта, а такая потемкинская деревня, которая, возможно, помогает кому-то осваивать бюджеты, но никогда незрячим или целевой аудиторией. Поэтому изначально всегда нужно ориентироваться на доступное всем универсальное решение. Чтобы EGov, тот же Caspi или система электронного документооборота на работе были доступны мне, условные пандусы в наших виртуальных зданиях и внутреннее планирование в них тоже должны соответствовать определенным ГОСТам, техническим нормативам, аналогично архитектурным стандартам, строительным нормам и правилам. Стандарты такого виртуального проектирования разрабатываются с конца 90-х годов консорциумом всемирной паутины. Это международная организация, благодаря которой мы имеем современный интернет, таким, какой он есть. Казахстан заимствовал их руководство и на его основе принял в 2012 году национальный стандарт РК о доступности интернет-ресурсов для людей с ограниченными возможностями. Осталось дело за малым, надо начать его соблюдать. Для того, чтобы изменения происходили на практике и в сознании тех людей, которые занимаются непосредственно сайтостроительством, укладывают, так сказать, кирпичики программного кода, необходимо помимо кнута еще информационно-разъяснительная работа, говоря языком государственных документов, чтобы у конкретного разраба или веб-дизайнера в голове сидели не его собственные представления о прекрасном, а вот эти самые технические нормативы и стандарты, учитывающие в том числе незрячих, пожилых, глухих и многих-многих других пользователей. Следующим шагом могло бы стать создание органа, который бы выполнял функции ГАСКа в интернете, то есть такой городской архитектурно-строительный контроль, но только в Казнете. Это регуляторные меры, требующиеся со стороны государства. Бизнес, как более гибкая и клиентоориентированная среда, может ускорить решение проблемы собственными силами на своем поле. Заказываете сайт или приложение для своего бизнеса, включите всего лишь один пункт в тех задания о том, что конечный продукт должен соответствовать стандарту РК о доступности интернет-ресурсов. И в целом, если вы разрабатываете любой массовый продукт или цифровой сервис, учитывайте, что в вашей аудитории обязательно будут клиенты с инвалидностью. Важно также понимать, что на разных этапах жизни мы все так или иначе сталкиваемся с ограничениями. И это не обязательно инвалидность. Это могут быть временные и ситуативные ограничения. Например, кто-то ломает руку и временно из-за наложенного гипса не может управлять мышью. Или молодая мама, качая ребенка на руках, ситуативно действует тоже только одной рукой. То есть, если вы изначально закладываете особые потребности в пользовательские сценарии, то тем самым вы покрываете нужды всех или почти всех своих клиентов. И главное, в качестве takeaway я хочу, чтобы вы вынесли отсюда одну основную мысль. Человека делают инвалидом не его диагноз или заболевание. Мы все разные, имеем разный уровень здоровья и ограничений. Человека делают инвалидом несовершенство окружающей среды. Здание, в котором нет адекватного пандуса. Люди, которые требуют, чтобы мы сидели дома или жили в специально отведенных загонах. Или цифровой сервис, написанный с дефектами, которые не позволяют части аудитории полноценно им пользоваться. Адаптируя ваш продукт, вы, во-первых, помогаете себе, увеличиваете лояльную клиентуру, а во-вторых, возможно, именно ваш продукт позволит кому-то написать мышцей на щеке краткую историю Вселенной. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ